Так, коллеги, сейчас будет продемонстрирован такой немножечко компромиссный случай, но технически достаточно сложный. Это работа с дистальной поверхностью 38-го зуба у пациента с хорошо выраженными нижнечелюстными латеральными косыми линиями, по которым очень трудно в их проекции закрепить кламп, потому что крылышки не помещаются. Дистальная поверхность всегда непредсказуема с точки зрения глубины ее поражения, может быть, и под десну. Симптоматики какой-то кариеса не было вообще, поэтому мы решили, что зуб сохраняем и лечим. При этом в зубе уже присутствует одна большая пломба. Ее мы пока решили не трогать, потому что задача просто сделать периметр. Если все технически мы хорошо сделаем, то заменить несостоятельную пломбу в экклюзионной поверхности мы сможем всегда. Это уже легче. Мы применили кламп W8A и платок Никтон Медиум. Из такого, как сказать, изюминки, вишенки на торте в этом клиническом примере, это фиксация в дистальной позиции контурной матрицы самим же клампом с контролем того, чтобы платок не завернулся. И потом я покажу это все уже через зеркало вам, как там все хорошо организовалось. Поэтому это хорошая, технически сложная работа. Я покажу вам сейчас, как ее мы выполняли. Если это будет вам полезно, пишите в комментариях и оставляйте ваши замечания также в комментариях. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok